так всем добрый вечер начинаем нашу тренировку для лимитов nl 50 и ниже пожалуйста ответьте если кто тут поставьте плюсики если тренировка идет и будем начинать так пока плюсов нету напоминаю всем что и тренировка запустилась а вот пошли плюсы мне нужно знать слышно ли меня чтобы я мог начать все меня слышно пошли плюсы всем еще раз привет сегодняшняя наша тренировка опять же раздача народ не выложил выложили теоретические вопросы сейчас мы по ним пройдемся давайте тогда идти по походу на задолженности за прошлой тренировки нету так что начинаем прямо с сегодняшних вопросов так товарищ криптон спрашивает актуальные вопросы мы если мы находимся на бб допустим ситуация что мы на бб часто мы видим что открывается рек и получаем коллит фиш допустим 20-30 процентов колл колла или два фиша как будет выглядеть наш колл колл на бб то есть с какими руками нам стоит подкидывать с какими руками нам не стоит кидать возможно засквизить а что не стоит вообще коллировать так сейчас я открою флоп зилу будем смотреть так значит этот вопрос значит скажу сразу так у меня супер четкого ответа на него нет сейчас я начну обсуждать как я реагирую как я подбираю руки но это не супер точно то есть на самом деле щас придирал переделываю все свои при флоп ранжи и ну значит рассказываю как я на эту штуку реагирую значит вроде бы когда открывается чувак на на еп и получает два колл колла у нас очень сильно улучшаются шансы банка особенно если это фиши и улучшаются имплайды но в то же время у нас сильно падает equity нашей нашей руки то есть и ее реализация почему потому что обычно в 4 поте в отличие от хэдзап пота против рега мы не можем блефовать если есть фиши то есть если мы получим какое какое-то дро со своей рукой нам придется очень часто его тянуть пассивно во вторых если наше дро закроется особенно если это флаж дро то в 4 вейпоте нам мы редко получим проплату и если начнется какой-то экшен то а у нас не нацовый какой-то флэш что нам будет очень туго то есть палка в двух концах вроде бы хочется расширить рэндж но на одном не получается значит ну сейчас для демонстрации то есть если открылся например ранее позиция открыла участвую посмотрим насколько сильно падает на шайки если кто-то еще коллет например ранее поза открылась там как то ну как то открылась под коне два фиша сейчас я подберу и просто мы посмотрим насколько сильно падает на шайки и поговорим о других факторов еще и сложим свое мнение о том какие руки можно колить что фиш может колить против ранее нет ребят фиши в принципе довольно пассивные товарищи соответственно они большинство сильных рук могут коллировать в том же весь бродвей это понятно все коннекторы сейчас мы процентов 20 накидаем то есть весь бродвей все коннекторы ну часть туздам уходит все-таки иногда в 3б туфишей иногда нет габ коннекторину процентов 20 до походу уже есть то есть где-то тогда так получается по 20-30 хотя не в хиру 20-30 процентов что тогда вот эти руки побольше тут тузиков подкинем раз разномастные коннекторы но в средние и фиш который будет коллировать вторым он заколит все одномастные опять же иногда там будет сквиз с туздамой какой-то но очень редко но мы все равно какую-то туздаму мы оставим сейчас и что там опять же там думаю валеты и хуже карманки весь бродвей все тузы уже точно тогда зайдут все разномастные коннекторы любые третьим он подходит ну где-то так тоже процент ну то есть я имею ввиду что третьим фиш будет фиши будут коллируют уже намного шире если колл идет третьим то есть даже если фиш тайтовый все равно любая одномастная комбинация уже зайдет третьим ну вот то есть супер широкий ренджи вроде бы и мы например сидим с король валет там или с дама валет офф сьют на большом бланде и в принципе как если мы обсчитаем наше equity получится 23 процента то есть у нас вроде бы есть equity на колл потому что потокцы будут хорошими там openrace 3бб там колл 3бб колл 3бб и нам надо будет закинуть наши потокцы будут процентов 20 получается для кола то есть у нас вроде бы получается какой-то колл чисто по шансам но вот проблема возникает в том что наш нам наше equity тяжело реализовать потому что мы всегда играем fit of all и соответственно если открывается рек на ранний коллет его второй рек то есть если здесь диапазоны уже получаются наше в equity нашей руки валет дама сильно упадет и я бы не коллировал четвертым против фишей мы можем коллировать рассчитывая на имплайды то есть реализация этой руки плохая потому что она разномастная блефовать мы попав попав в usd мы не сможем там давить на фишей обычно но обычно это будет заливание денег как по мне то есть в мультипоте давить на фишей потому что они часто попадают то есть и соответственно мы без позы без инициативы донка 4 в эпохе не очень-то хорошо на как бы на велью на полу блефи соответственно мы будем рассчитывать на имплайды то есть что когда мы попадем в топ пару мы сможем много собрать фишей когда мы пойдем в езды и закроется стрит мы очень часто соберем стек соответственно если ну фиши не очень такие что оплачивают я на самом деле ну это просто спорный вопрос некоторые реги колет некоторые реги не колет вот я не коллирую если только если там совсем сладкие потоцы например если рек из ранее открылся 2 бб там или 225 получил два кола все опирается в реализацию то есть потому что нам всегда хватает шансов банка в таком случае здесь практически любая рука наверное будет иметь шансы банка на кол и 78 уфсют наверное в том же числе но давайте посмотрим 78 уфсют то есть все будет впираться в реализацию как мы вообще с этой рукой нет 78 уфсют не будет иметь кстати обратите внимание что коннектор вроде бы и мы сидим на бб эквити нашего коннектора 78 уфсют разномастного очень-очень плохое худое вообще эквити соответственно получается у нас нету прямых отцев на кол даже походу если оппонент 2 бб открывает да к тому же реализация плохая то есть кол третьим должен упираться если мы хотим заходить с разномастными руками в потенциальные шансы банка потому что если есть фиши то ну потому что плохая очень реализация опять же повторюсь очень плохая реализация этой руки против регов так вообще нулевая реализация то есть если здесь мы зададим узкие ренджи колд кола то эквити наши руки таки будет здесь не так как тут блин не так как тут 18 это 23 там против этих двух ренджей фишей а будет намного ниже и получается что вроде бы все думают что у нас хорошие шансы банка да если реги колят например ну и в как бы не подколить а на самом деле если сюда давайте я сейчас задам узкие ренджи задать понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас